Сегодня мы поговорим с вами про проклятие. Имеет ли оно значение? Надо ли вообще опасаться кого-то, кто проклинает? Или, может быть, плюнуть на все и жить дальше? Когда Бог благословляет Авраама и его семя, Он говорит, я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну. Колдун Белам хочет проклясть, но Всевышний ему запрещает. Не проклинай народ этот, ибо Он благословен. И в конце концов Всевышний превращает все проклятия Белама в благословение. И мы возвращаемся к нашему вопросу. Есть ли вообще в проклятии какого-то не было человека? Предположим, грешника суть или истина? Или вообще нужно ли бояться проклятий любого человека? Есть многие люди, которые приходят к разным гадалкам, кудесникам, иногда к раввинам, и просят снять проклятие. Они аргументируют это чем? Что в последнее время они чувствуют неудачи. Судьба как бы катится под откос. И мы опять же задаем вопрос, есть ли в этом доля правды, или может быть это все ерунда. Мы постараемся ответить на этот вопрос с точки зрения логики или из призмы Каббалы. Есть мудрецы, которые не придают значения проклятиям, говоря, что это не работает. Но в Вавилонском Талмуде, в трактате Могила, мудрецы предостерегают и говорят, пусть проклятие простого человека не будет легким в твоих глазах. То есть, когда тебя проклинает любой человек, еврей, не еврей, любой, не надо пренебрегать этим, и пусть это не будет легко в твоих глазах. Они объясняют, что роль играет не само проклятие, а претензия в устах проклинающих. Она серьезная или курьезная. Поэтому пишет царь Соломон в книге притчи, как птице порхать и воробью летать, так незаслуженное проклятие не сбудется. Комментатор говорит, что если человек неоправданно проклинает, то не только не надо бояться этого проклятия, а более того, проклятие придет на голову проклинающего и настигнет его. Но если человек нанес тяжелый урон, и другой находится в страдании, злости, то он стенает и проклинает. Он может привести к тому, что того человека, кто его обидел, его постигнет наказание небес за нанесенную обиду, за ущерб. Но надо понять, что в данном случае на голову проклятого наказание является не из уст проклинающего, а от Бога. Потому что действительно ему положено понести наказание за грехи. И самый важный момент, если бы не это проклятие, то иди, знай, сколько времени Всевышний ждал бы с наказанием. Но именно проклятие, оно ускорило наказание. Крик пострадавшего, его отчаяние от безвыходности, от чувства возмущения против гнева, против наглости и беззакония, они взывают к Богу и ускоривают продвижение дела нечестивца. Дело уже было открыто, но оно залежалось где-то. И теперь ему дан ход и уже не остановить. Особенно страшно обидеть сироту или вдову. Как написано в Торе, никакой вдовы, ни сироты не притесняйте. Если кого-либо из них ты притеснишь, то когда вас запьет ко мне, услышу я вопл его, и возгорится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами. Вот такой вот страшный абзац написан на Торе. Талмуд говорит нам, что на открытую рану не прикладывают соль. Это жжет и усиливает боль. Но если рана мала и несущественна, то соль не повредит. Так, например, с человеком, у которого есть грех или открытая рана, проклятие, как соль, влияет на боль и обжигает. но чем чище тело, чем меньше вот этих пороков духовных, проклятие настигает человека меньше. В Торе есть очень интересный пример, как Авимелех, грарский царь, скрыто проклинает нашу праматерь Сару. Мы помним себе историю, как Аврам, приближаясь к грару, он говорит жене своей в очередной раз назови сестрой, ибо люди те убьют меня, а так я останусь живым. И вот царь попадает к Авимелеху в замок, Бог покарал Авимелеха, он ему раскрывает, что она мужняя жена, и в конце концов он чувствовал страшную вещь, он не мог просто сходить по нужде. И сейчас, когда Авимелех отпускает цару, он ей говорит такую фразу, вот я дал тысячу серебряников брату твоему, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою и перед всеми ты оправдан. Мы видим здесь, что вот это вот покрывало для глаз и было проклятием. Впоследствии это повлияет на его сына Ицхака, и на старости лет он ослепнет. Наши мудрецы комментируют так словами в Аимелеха. Так как ты скрыла от меня и не раскрыла мне, что Авраам твой муж и навела на меня страдания велики, то сейчас у меня есть истинная претензия. Если бы ты мне сказала сразу, что он твой муж, я бы никогда бы силой тебя не взял. И сейчас его проклятие могло начать действовать. Самое важное, что не проклятие Авимелеха являлось и имело силу, а именно неправильное поведение навели на нее эту беду. Как написано, пусть проклятие простого человека не будет легким в твоих глазах, но это только если у человека есть обоснованная жалоба. в твоих глазах, пожалуйста, а